Продолжение следует... Продолжение следует... С брекетом и без брекетом, как исследуются на сегодня эти рецессии, до в процессе, после что назначают и прочее. И чем конкретно мы недовольны? Потому что мы недовольны, получается, всем. Поскольку наша конкретная работа, ну а по факту работа научная, которая и выходит за рамки диссертации доктора Носовой, она, конечно, всесторонне рассматривает эту проблему и систематически, и очень оригинальными подходами, в том числе комбинированными. И имеет под собой научное обоснование и очень серьезный перечень исследований доказательных, как вы это увидели сегодня. Теперь давайте в конце посмотрим пример требований. Информационных требований. Ну, письмо информационное понятно, приглашают принять участие в той или иной конференции. И что мы пишем в статье? Индексу ДК, значит, она будет в библиотеке в Российской, она не будет иметь никакого ДОИ. Это уже понятно, это максимум Е-Лайберри. Название статьи все понятно тоже, не более пяти авторов, значит, ничего серьезного туда не напишешь. Сами организации. Тут достаточно по оформлению никаких особенностей нет, тут надо просто делать, брать образец и делать из него. И чтобы соблюсти отступы, шрифт и прочее, и не переделать, не заниматься форматированием многократно. Значит, надо делать сразу, на готовое, по тому образцу, который предоставлен организаторами конференции. Ну, аннотация понятна, мы пишем всегда структурированные резюме, это принципиальные отличия, потому что мы метим все-таки на уровень работы выше, чем он среднестатистический. Поэтому соответствуем всем требованиям публикации Scopus и Web of Science и зарубежных всяких публикаций еще, и описание учебников, и монографии и так далее. Ключевые слова мы берем на сегодня чаще всего 5-6 словосочетаний. Касаемо самих ключевых слов, не обязательно они должны встречаться в теме статьи, но это должны быть объекты исследования или результаты, или термины, которыми мы оперируем для формирования результатов наших собственных исследований. Поэтому лучше всего использовать 5, максимум 6 словосочетаний, которые описывают, они могут встречаться в абстракте обязательно, потому что об этом идет речь, и в теме. Тема является целью, но основной вывод или его мысль является достижением цели исследования, и полностью практически соответствует теме. И самая проблемная часть, которая вызывает больше всего вопросов, это, конечно, правило оформления списка литературы. Если мы с самого начала формируем для себя 3 файла, это папка, в которую мы складываем статьи исследуемые, мы прочитали статью, посчитали ее необходимую, у нас есть по ней тезис, и посчитали ее источник, мы добавили в эту папку, а файл в один мы добавили в текстовой сам этот тезис, который придумали мы, и источник. И источники мы сразу нумеруем в том же файле, а с тезисами продолжаем работать. И когда у нас набор тезисов уже завершится, и будет количество источников сформированное, какое-то финишное в соответствии с требованиями, окажется, что два раздела статьи у нас готовы. Это вступление к статье, то есть обзор литературы, и это источники литературы. Это очень сильно сокращает объем времени, который необходим для подготовки научной публикации. И потом, если надо, мы меняем тезисы местами, и меняем, соответственно, источники литературы, и нумеруем в сквозном порядке, у нас является готовый, оформленный уже обзор литературы, резюме, вернее, обзор литературы статьи, да, вводные разделы, или введения, и готовые источники литературы. И сократив объем тезисов, мы можем написать из него сразу резюме, цель и так далее, ну и как бы полное резюме со всеми ключевыми словами, которые необходимо будет просто перевести. Поэтому вот эти все разделы, которые на самом деле не являются до конца научными, или описывающими нашу деятельность, а больше требованиями оформления, не нужно так много тратить время на них, и, в общем, убирайте методы, которые позволят сформулировать достаточно быстро, кратко, в соответствии с требованиями публикации. И так далее. Варианты различных описаний, веб-ссылок, в том числе и сведения об авторах. Ну вот, мы соблюдаем все эти требования. У разных журналов и разных конференций требования могут быть разные, поэтому самое правильное, логичное, вбивать свои данные прямо в пример оформления, чтобы все отступы, шрифты, размер, наклон и так далее, количество знаков, они соответствовали тому, что требует от нас организатор конференции. Итак, отчетное занятие номер один подходит к концу, и нам осталось два момента. Первый – это показать файлы, которые с первого занятия предоставляются, или которые создают совместно с молодым ученым. Молодой ученый ведет, соответственно, эти файлы. И второе – это получить какой-то отзыв у молодого ученого о том, как строилась работа. Что было сложно, что легко. Как распределялось время. Что вызвало вообще какие-то проблемы, которые пришлось преодолевать. Что-то очень особенное. Чем довольны, чем нет. Что могло бы быть лучше. Что могло быть лучше. Ну и какой-то открытый отзыв о том, как, кажется, укрепился ли от этого интерес к научной деятельности, или ослаб. Ну, в общем-то, какой-то разумный, логичный отзыв, который покажет и нашу работу, соответственно, всей структуры, и работу дизайнеров, переводчиков, патентоведов, и то, как сопровождалась электронная вся вот эта деятельность, ну и прочее. Открытость лектора, и ответы на вопросы, и детализация, и прочее. Ну, собственно, все. Я тогда передаю слово Ксении Приваловой, молодому ученому, кто на сегодня активно влился в нашу деятельность, и продолжает те направления, которые уже были исследованы, и вносит свой вклад также в изучение тех объектов исследования, которые интересны нашей компании и команде. Спасибо. Всего хорошего. Продолжение следует...